Что мы знаем о последствиях травм? Что они появляются нытьем, костей на погоду, головными болями, но мы не всегда представляем себе, как они проявляются. Например, аритмия или цистит, межпозвонковая грыжа или бронхиальная астма, повышенное артериальное давление или бесплодие могут быть связаны с какими-нибудь травмами, с каким-нибудь падением, которое было и забыто. События, которые имели более серьезные последствия, можно даже не обсуждать. Переломы, черепно-мозговые травмы, колото-резаные повреждения. Так что же происходит при травмах, которым мы придаем или не придаем значение? И стоит ли забывать о травме, которая успешно была вылечена? Будут ли у нее отдаленные последствия? В студии у нас Наталья Астахова, ортопед-травматолог частной практики. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о последствиях травм. Ну, наверное, стоит сказать несколько слов вообще, что считается травмой. Травмой считается любое механическое воздействие на организм, на ткани. При этом не только механическое в плане физической силы, то есть это может быть любой физический фактор. Температура высокая, низкая, это могут быть какие-то химические вещества, но любое внешнее воздействие всегда вызывает ответ в нашем организме. И природа так придумала, интересно, что множество вариантов ответов не совсем экономически для организма эффективно, поэтому всегда развивается один и тот же ответ – воспаление. То есть если это травма, которая протекает без повреждения кожных покровов, без повреждения слизистых, воспаление будет асептическим. Внутри? Внутри. До определенного момента она будет немикробным. Если повреждена кожа, слизистые, более глубокие какие-то слои, то при соединении инфекции организм уже будет справляться с инфекцией, опять-таки по способу того же самого воспаления. То есть травмы и воспаления, они практически… Они протекают по одним и тем же законам, по одним и тем же сценариям, и вопрос только в том, насколько это затянется, и как глубоко будет повреждающее действие. Сегодня мы все-таки говорим о последствиях травм, и как-то в нашем фокусе внимания те травмы, которые все-таки были замечены, были полечены, и вроде бы пациент пришел, и вы ему говорите, ну все, на этом лечение заканчивается, но что не заканчивается? Не заканчивается, если мы говорим о лечении травм, то стоит разделять лечение травм в острый период. Вот травма произошла буквально первые дни, первые, возможно, недели от момента травмы. Это острый период. Ну, например, перелом, да? Например, перелом, то есть осмотр, рентген, репозиция, если она необходима, гипсовая какая-то, и мобилизация, и начинается лечение в острый период. Но огромное количество пациентов, которые считают, что вот сняли гипс, и жизнь прекрасна. На самом деле жизнь только начинается, потому что организму требуется помощь восстановить место повреждения, улучшить кровоток, восстановить объем мышц, восстановить мышечную силу, реконструировать кость в месте повреждения для того, чтобы она максимально приобрела свою первоначальную структуру какую-то. И если мы говорим о переломах, как пример, да, то есть существует такое понятие, как малые переломы. То есть в нашем представлении большинства людей перелом – это кость, которая пополам сломалась, какие-то отломки, фрагменты, вылезло что-то куда-то, сместилось – нет. Есть понятие малых переломов или так называемых хондральных травм. На примере головки бедра. Суставная поверхность покрыта сверху хрящом. При различных неловких движениях, при прямых ударах, при неловких воздействиях суставной хрящ может отслоиться на небольшом протяжении, может отслоиться и отойти фрагмент хряща и даже с фрагментом подлежащей кости. То есть кость материнская будет кровить, фрагмент будет лежать в полости сустава. Это же хрящ, это же кость, это же плотная субстанция. Она будет раздражать внутреннюю структуру, внутреннюю оболочку сустава. Будет отек, будет воспаление, будет гемортроз, то есть кровь в суставе в том или ином объеме. Это травма, которая достаточно серьезная, и острого периода для лечения будет маловато. Поэтому чем сильнее повреждение, чем глубже повреждение ткани организма, тем больше времени необходимо для того, чтобы восстановить норму, целостность. И поэтому, если мы говорим о лечении травм, после острого периода обязательно требуется восстановительное лечение, которое во времени, как правило, растянуто. То есть выписывая человека на амбулаторное лечение, либо работая с ним амбулаторно, врач, травматолог-ортопед, как правило, говорит, повторите массаж через такой-то промежуток времени столько-то раз, повторите физиопроцедуры такие-то, такие-то, такие-то. Причем они могут быть совсем другие, нежели чем в острый период. Опять-таки через 3 месяца сделайте вот это, через 6 месяцев сделайте вот это. Для чего? Для того, чтобы помочь организму восстановиться, чтобы вот эти процессы репарации все-таки запустить. Если мы говорим о таком повреждении, как, допустим, компрессионные переломы позвоночника у детей. Компрессия – это сдавление, да? Сдавление, когда позвонки из прямоугольных становятся клиновидными. То острый период травмы – это будет месяц с момента повреждения, то есть он достаточно растянут во времени. А период восстановительного лечения будет минимум год. То есть в течение года ребенку необходимо помогать восстанавливать структуру позвоночника, дисков, работать с мышцами, работать со связками, восстанавливать осанку. То есть из положения лежа переводить его в положение стоя, сделать его более активным. Поэтому если мы говорим о реабилитации, о восстановительном лечении после травм, это не заканчивается 10 днями, это может продолжаться достаточно долго. Если мы говорим о травмах крупных суставов, как правило, это коленный сустав, он наиболее подвержен травмам. Почему? Потому что сложная анатомия, участие крупных костей. Опять-таки, если головка бедренной кости просто покрыта ровным гиалиновым хрящом, гладким, то в коленном суставе у нас лежат мениски, в коленном суставе у нас лежит большое количество связок, внутри суставных это все может повреждаться. И гиалиновый хрящ на головке бедра плотно к ней прилегает, мениски все-таки подвижные тела. То есть две такие хрящевые подушечки, которые имеют все-таки подвижность минимальную, но тем не менее мениск может повернуться, мениск может отломиться, он может надломиться, он может расслоиться и вывернуться. То есть и сработать просто как инородное тело, и коленку заклинило. То есть произошла травма, произошел такой блок сустава. Либо пациент говорит, периодически клинит коленку, не знаю, что с ней сделать, я сам себе рукой ее выправляю, как-то ее выпрямляю, и вроде бы ничего. Это все длинно-короткий путь к артрозу. То есть сустав все это время разрушается. Если травма проходит незамеченной, если травма проходит без внимания, без лечения, количество повреждений в месте травмы будет возрастать со временем, а репарация будет сходить на нет. Ну, например, коленово суставы мы поняли, как все на самом деле может быть непросто, но вот у нас есть еще вопросы от зрителей, они тоже связаны с травмами, да, и давайте просто вот мы их послушаем и коротко на них ответим. Скажите, по каким признакам можно понять, что нужно обратиться к врачу, не идти же с каждой царапиной к травматологу. Вот степень травмы как можно оценить? Если вы эту царапину получили в условиях дачи, наступив на ржавый гвоздь, к травматологу нужно не идти, а бежать. И заниматься профилактикой столбняка и прочих неприятностей. Что должно сподвигнуть человека к обращению к специалисту? Ударился или упал? В экстренном порядке. Да, синяк или... В экстренном порядке. Если есть кровотечение, вы не можете его остановить самостоятельно. Если есть... Вы видите в ране костные фрагменты. Если есть нарушение функции, если конечность приобрела какое-то вычурное положение, то есть произошел вывих, нарушилась анатомия грубо, отсутствуют вообще какие-либо движения в суставе, они очень болезненные. Ну или как вы приводили пример с челюстью. Да, то есть все сместилось и назад уже самостоятельно никак. Если произошла травма головы, удар головой – это стопроцентный повод обращения к специалисту. Потому что травма головы и черепа опасна тем, что есть скрытый период. Человек упал, ударился, встал, почесался и пошел, а кровотечение внутричерепное продолжается, потом фатальные последствия могут быть. Ну и, наверное, если усиливается боль... Конечно, если мы видим, что отек нарастает, если нарушается функция в суставе, в конечности, да где угодно, это повод обратиться к врачу. Есть еще вопрос? Скажите, пожалуйста, а физиолечение полезно при заживлении ран или уже после? Физиолечение полезно на любом этапе лечения... Даже, например, когда конечность в гипсе? Абсолютно. На любом этапе лечения травм любых. Потому что физиопроцедуры бывают различные и... Можно подобрать. ...необходимо знать, что куда применять. И физиопроцедуры, если грубо так говорить, то, по сути, это та же самая физика, на которой мы живем. Это те же самые электрические токи, различные модификации, это то же самое наше родное магнитное поле. То есть это внешние средства, которые способствуют улучшению, ускорению нашей собственной регенерации. Поэтому нужно применять. Есть еще вопрос? Скажите, а почему рука, где был перелом, болит на изменение погоды? Болит на изменение погоды рука, потому что в данном месте идет процесс перестройки. У нас... То есть мы живем на земле, мы опять-таки та же самая физика. Есть барорецепторы, то есть они воздействуют на давление, на изменение давления. Поэтому чем старше мы становимся, либо в месте, где есть какие-то повреждения, есть повреждения этих структур, и они реагируют как барометр. Просто-напросто. Нужно лечить, это повод. То есть пока реагирует, это все-таки место еще такое слабое. Пока реагирует, стоит задуматься о том, чтобы обратиться к специалисту. Ну вот, мне кажется, очень важные вещи мы сегодня, о очень важных вещах мы сегодня говорили, и ключевые слова были, что, наверное, со снятием гипса, да, с выпиской человека после травмы к нормальной своей деятельности жизни не только не заканчивается, да, все только начинается, потому что начинается новая жизнь вот с этим, так сказать, обновленным, да, местом, там, да, с суставом или костью, да, или с чем-то, о чем мы сегодня говорили. Поэтому если были травмы, не оставляйте их без внимания, не оставляйте без внимания те травмы, которые уже у вас вылечены. В студии у нас была Наталья Астахова, ортопед-травматолог частной практики. Мы говорили о последствиях травмы.